Приветствую вас. С точки зрения профессиональной психотерапии, работать нужно, во-первых, над отношением к деньгам, это первое, потому что вы к деньгам относитесь как к цели, позиции очень деструктивные в плане добиться чего-либо, это первый момент. Второй момент заключается в том, что вы не имеете какого-либо смысла в своей жизни, изначально вы не хотели ничего для себя, изначально у вас не было какого-то такого направляющего ориентира в жизни, чтобы вот вы прямо, ну, чтобы вы прямо двигались куда-то с этим, ну, вот с этим смыслом дальше по своей, как бы, жизни, нет ощущения, что вы в этом, ну, что вы в этом направлении вообще шли когда-нибудь. Вот, и момент здесь, он, собственно, наверное, вот в том и заключается изначально, что вы хотели, хотели, хотите денег, да, вы хотели, хотите денег, но при этом, при том, что вы хотели, хотите денег, вы не знаете, не имеете малейшего представления о том, как заработать эти деньги, понимаете, то есть у вас нет понимания того, в какую сторону, куда вам надо двигаться, куда вам нужно идти, чтобы заработать денег, вот. И из-за того, что деньги это, ну, вот в данном случае деньги это сама цель ваша, в данном случае деньги это то, куда вы стремитесь, то именно по этой причине, как раз таки, ничего и не получается у вас, потому что, ну, все-таки, все-таки, люди, люди не могут специально разбогатеют, то есть это работает, ну, все же, немножечко, немножечко не так, это работает, да, То есть люди не богатеют специально, люди богатеют как следствие своей активности какой-то, люди богатеют как результат своей деятельности какой-то, люди богатеют как по итогам приложения своих усилий, своих сил, вот. А у вас была цель выгодная выйти замуж, то есть вы сами вот по себе, ну видимо, как бы, вот сами свою ценность вы не осознаете, что вот вы можете чего-то добиться, что вы можете чего-то достичь сами, и самое главное, что вам и не хотелось ничего, видимо. То есть вот вы говорите, что я всегда хотел жить по-другому, всегда не хотел жить как они, вот не хотелось богатства и роскоши, но богатство и роскошь как сама цель абсолютно лишена какого-либо смысла. И вы говорите, что у вас нет идей, дело не в идеях, а в том, что нет того, что вам интересно, нет того, что вам было бы важно, нет того, чем вы готовы были заниматься. Не ради денег, а ради процессы, потому что только так можно стать хорошим специалистом, которого ценят, и только так можно заработать, как бы, ну, заработать то, что вы хотите, на то, что вы хотите. Вот, поэтому начинать здесь в первую очередь нужно именно с того, чтобы уловить, что вам интересно, и чем вы готовы, собственно, заниматься. Ради, ну, не ради денег, да, а просто ради процессов, потому что только став специалистом экстра класса в том, что вам нравится, в том, что вам интересно, вы можете рассчитывать на то, что у вас что-то получится. Ну, только так, только так, и никак иначе, по-другому это сделать невозможно. Другой вопрос, что есть проблема, я так полагаю, с самооценкой, с самооценкой, да, есть проблема с принятием себя, есть проблема с осознаванием, своих достоинств, есть проблема с пониманием того, что вы что-то знаете, с пониманием того, что вы чего-то стоите, с пониманием того, какая вы, и в чем ваша вообще ценность. Вот, безусловно, принятия всегда нет, потому что в вашей семье все всегда, как я понимаю, были недовольны собой, вот. То есть, это позиция, ну, не располагающая, условно говоря, к тому, чтобы чувствовать себя нормально, чтобы чувствовать себя комфортно и так далее. Вот, дальше, значит, так, вот вы пишите, да, не могу выбраться из нищеты. То есть, здесь дело не в нищете, как я уже вам сказал, а именно в том, чтобы найти любимое дело, найти свои личи, где бы вы могли работать и получали бы по, именно, своим возможностям. Вот. То есть, указывает человеку свои способности, указывает человеку разные условия, вот, но если человек работает, если человек занимается любимым делом, если человек активно развивается в том, что ему получают, то он рано или поздно может зарабатывать столько, сколько, ну, сколько вот он может. Потому что не все, не каждый, не каждый могут заработать много. Вот, иначе бы все люди были бы богатыми, и тогда было бы, ну, не совсем хорошо. Хорошо. Дальше. Я из обычной среднестатистической семьи. Ну, вот видите, здесь, опять же, речь идет о том, что вы своих родных не воспринимаете как личности, как людей. Вот. Иначе бы вы никогда не сказали, что у вас среднестатистическая семья. Потому что среднестатистических семей не бывает. Не бывает. Среднестатистическая семья это, ну, может быть такой, вот среднестатистическая семья может быть среднестатистической, при том условии, что ее кто-то изучает, что ее кто-то исследует, да, что ее кто-то вот, ну, кто-то проводит как годы опросы, к примеру. Вот. Но ни в коем случае не может быть среднестатистическая семья для того, кто в ней живет, потому что для того, кто в ней живет, это уникальная история. Вот. И это нужно понимать. Поэтому здесь сразу приходит вопрос о том, как складываются ваши отношения с Армией, да. Даже не то, как они складываются, а то, скорее, как вы воспринимаете своих родных. То есть я имею в виду, видите ли вы в них кого-то важного, видите ли вы в них кого-то ценного, понимаете ли вы, чем ценен тот или иной человек и так далее. В детстве я постоянно слышал о том, что нет денег, не хватает и так далее. У меня наоборот всегда было желание богатства и роскоши. Но, опять же, что бы что. Да, вот, что бы что. Богатство и роскоши, что бы что. Я не хотел жить так, как они. Хотели жить так, как они, что бы что. Понимаете? То есть цели у вас. Не было цели. Я не чувствую, что была цель у ваших родных, не чувствую, что есть цель, глобальная жизненная цель и у вас тоже. В итоге поступила в большой город учиться, хотела выйти за обеспеченного замуж. Опять же, зачем поступили учиться? Зачем хотели выйти за обеспеченного замуж? Понимаете ли вы, что, по сути, это было бы не ваше богатство и роскошь, а богатство и роскошь другому мужчину. То есть, опять же, зачем? Зачем? Или вы считаете, что деньги и богатство заменят вам гармонию внутренней? Деньги и богатство заменят вам непринятие себя, такое, каковы есть, или комплексы страха и так далее. Дальше, студенческие годы прогуляла. Ну, опять же, не совсем понятно, что значит прогуляла. То есть, если вы прогуливали, если вы прогуливали занятия там, где учили, то, ну, тут, как бы, возникает вопрос. Да, зачем опять же вы учили? Да, то есть, хотели ли вы учиться или все это воспринималось с вами исключительно только через, там, ну, через призму, через призму, ну, через призму богатства, богатства, например. То есть, это все очень важная история, это все очень важная история, ну, которую, на мой взгляд, которую, на мой взгляд, нужно исследовать обязательно. Вот. Потому что, ну, только так, вот только так можно понять, что с вами, что с вами происходило, что с вами происходит. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть, вот, если вы говорите, что, ну, что я прогуляла, или что я прогуливала, вот, то, опять же, нужно понимать, что вы прогуливали, почему вы прогуливали, чего вы хотели, когда прогуливали, тогда, что вы надеялись, когда вы прогуливали, и для вас это значило то, что вы прогуливали. Вот. Дальше. Так. Замыщий не вышел, а работу стабильно не нашла. Ну, опять же, есть ощущение, что вы ни с одним человеком не сблизились достаточно сильно, чтобы видеть в нем личность. Работу стабильную, опять же, не нашли. Потому что не видели себя, в какой-то должности не хотели чем-то заниматься. Просто. Опять же, я не утверждаю, что это так на самом деле. Но исходя из того, что вы пишете, вполне вероятно, что именно так. Это нехорошо, это неплохо, это просто так есть. И вам для себя желательно, вот именно желательно вам для себя это понять. Понять и принять. А потом уже искать что-то для себя. Да. Дальше. Так. Назердаму, если вы будете работать, то я не нашла. Пришлось ни с чем возвращаться в свой город. Ну, опять же, да. Не пришлось ни с чем возвращаться в свой город. Что это значит ни с чем? Ну, то есть, вот. Что это значит ни с чем? Да. То есть, ну, вы же, вы чем-то занимались, вы что-то делали в, ну, во время, так сказать, обучения и так далее. А с чем вы должны, с чем вы должны были верить? С чем вы должны вернуться? С чем вы должны были вернуться? Вот. То есть, мне кажется, что это тоже очень важная история, очень важный момент. То есть, чем, по вашему мнению, да, вы должны были вернуться? То есть, здесь чувствуется, ну, как я не знаю, какие-то ожидания, может быть, от себя. То есть, вот я, там, к примеру, должна была что-то сделать и прочее, 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 прочее. Вот. То есть, это просто, по сути, не оправдали ожидания. Вот. По сути, получается. Дальше. Так, с чем вы с бабушкой, которая считает меня неудачницей, попрекает меня, мама застроится, у меня на что не годный, сейчас она ругает своего покойного мужа, что он пил, денег в дом не приносил и так далее, тем самым отбив у меня желание семейной жизни. Ну, опять же, если вы прикладываете, с одной стороны, ответственность на бабушку за то, что это она отбила у вас желание семейной жизни, вот. То есть, не вы, да, сами, сами не хотели семейной жизни, а именно вот у вас отбили, отбили это желание, вот. То есть, мне кажется, что здесь вы перекладываете ответственность с себя на бабочку. Вот. Это такой момент. Дальше. Важный момент заключается в том, почему, условно говоря, бабочка влияет на вас, грубо говоря. То есть, почему бабочка, почему бабочка оказывает некое воздействие на то, как вы, допустим, себя чувствуете, как вы к себе относитесь. Почему, как бы, как будто, знаете, как будто бабочка, она, ну, говорит о том, что да, вот это так, да, вот ты такая, или ты такая, или я такая и так далее. Смотри, 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 какая, какая штука, вот. То есть, мне кажется, что вот, тут, тут вот такой момент, нужно, нужно учитывать, обязательно. Вот. Дальше. Так, значит, мама тоже по жизни не состоялась, еле сходим концы с концами. Но, опять же, вы здесь делаете акцент именно на том, кто в чем состоялась. То есть, состоялась ваша мама в жизни, состоялись ли вы в жизни, да? То есть, как бы, это то, что вас волнует. Не то, что счастлива ли она, да, счастливы ли вы, например, и так далее. Нет, это такое ощущение, что вас вот не волнует, ну, не беспокоит. Вас беспокоит именно вот то, что, ну, не состоялось в жизни, опять же. То есть, не добился каких-то успехов, результатов каких-то, вот. А то, что, как я уже сказал, связка себе человек, и нравится ему то, что он делает, это волнует меня, не особо, по крайней мере, вас. Дальше. Так, не могу найти приличную работу, либо я там не выдерживаю, либо вообще не беру. Это значит приличная, приличная работа. То есть, знаете, опять же, то есть, тот факт, что вы ищете приличную работу, уже говорит о том, что работа изначально как-то оценивается вами. Ну, чем вы-то сами хотите заниматься. Если вы хотите сами чем-то заниматься, то приличной, неприличной работы не существует. Вы просто будете заниматься тем, что вам нравится. И все. По сути. А так, ну, то, что вы говорите, это, ну, несколько, несколько однобока, скажем так. Несколько однобока. Вы здесь упускаете из виду, ну, определенные факторы, мне так кажется. Дальше. Так, значит, я мечтаю снова уехать в город, копил деньги, за продукты не платил. Я мечтаю снова уехать в город. Пишите вы. Вопрос, который у меня к вам есть, он такой. Зачем? То есть, вы мечтали снова уехать в город. Для чего? Опять же, да, вы не говорите, зачем уехать, выходить в город. Вы не говорите, для чего вы хотите уезжать в город. Вы не пишите, что вам нужно, что вам интересно, что вам нравится, что вызывает у вас, ну, какой-то восторг, интерес, желание этим заниматься. Вы этого не говорите. Этого, как будто ничего нет. Вот. Знаете, какая штука. Вместо этого, вместо этого, вы просто говорите о неких целях, да, о неких результатах, которых вы хотели бы достичь, которых вы хотели бы добиться. Ну, к сожалению, этого мало. К сожалению. К сожалению, этого мало. Дальше. Идем. Эм, так, за продукты не платила. Почему? В итоге за все платит бабушка постоянно надпись иммунитазами, а мама тоже платит на равных. Ну, здесь у меня, лично у меня, здесь возникло такое ощущение, что бабушка, бабушка вами, вот, ну, то есть, вы бабочку, вы воспринимаете как-то вот всерьез, чересчур. Вот. Мне так, ну, мне так, мне так, видится. Вот. То есть, грубо говоря, ну и что, что она, там, попрекает, ну и что, как это задевает, как это вас задевает опять. Ну, конкретно вас как-то задевает. Что она, там, попрекает кого-то и так далее. Как это маму задевает. Ну, не совсем этот момент понятен. То есть, бабушка, как бы, пожилой человек. Она, получается, ну, получается, она, бабушка, воспринимается вами всерьез. Как бы. Вот. Ну, мне кажется, что это несколько странная позиция, свидетельствующая о том, что вы, по-видимому, вы, ну, недостаточно в себе уверены. Вот. Я так думаю. По крайней мере. Мне так кажется. По крайней мере. Дальше. Так. Накопить приличную сумму не получается. Почему, если вы не платите за продукты работы найти? То есть, не могу. Чем вы хотите заниматься? Я не знаю, что мне делать, чтобы что. Вы пишите, я не знаю, что мне делать, Марина. Чтобы что. Что делать, чтобы что. Раньше я хоть на что-то надеялась, сейчас уже не на что. А на что вы надеялись? То есть, вот есть ощущение, что вы просто, ну, ждали, просто ожидали, что, ну, не знаю, что что-то само собой получится, что-то само собой произойдет и так далее. Есть вот такое ощущение у меня, по крайней мере. Потому что на что вы надеялись? Не очень понятно. Замуж выгодно мне уже не выйти, возраст не тот. А почему вы считаете, что замуж нужно обязательно выходить, ну, выгодно? Вот почему вы считаете, что замуж, замуж нужно выходить именно выгодно? Почему вы не рассматриваете замуж с точки зрения духовных отношений? Вот. Вот почему обязательно выгодно выходить замуж, если вы хотите? То есть, понимаете, есть ощущение, что вы людей воспринимаете как средство. Вот есть такое ощущение. Ощущение. Возможно, в этом, в том числе, в этом беда. Возможно, в том числе, в этом беда. Так. В карьере полная дыра. Ну, опять же, чем вы хотите заниматься, да? У меня постоянная озлобленность, ненависть, ненавидишь свою жизнь, богатый красный подписчик. Знаю, чем я хуже. Ничем не хуже. Вы не хуже. Вопрос, вы не принимаете себя. Вы себя не принимали. Не принимали, вероятно, никогда вы себя не принимали. Вот. Вообще, 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 никогда вы себя не принимали. И мне так кажется, что только приняв себя, да, вот, вы можете, собственно, на что-то рассчитывать. Только приняв себя пока что. Пока что себя вы не принимаете. Не принимая себя такой, вот, какая вы есть, вы не сможете раскрыть свои плюсы, свои достоинства, свои сильные стороны. Не получится, не получится, это, это не получится у вас делать, потому что вы сравниваете себя, сравниваете себя с другими. То, что вы себя сравниваете с другими людьми, это, ну, не есть, не есть позитивная, ну, позитивная тенденция. Не есть, к сожалению. Вот. Дальше. Так. Просто не умею зарабатывать, нет идей. А, нет. Тут не в том дело, чтобы зарабатывать. Дело в том, чтобы заниматься тем, что вам нравится. А это такая штука. Именно тем, что вам нравится заниматься. А не зарабатывать. Потому что, ну, это все-таки, просто разные вещи. Просто разные вещи. То, о чем, о чем вы говорите. Так. Не была ни разу за границей. Ничего не видела. Сейчас, значит, ничего не видели, когда вы были в другом городе. Дома каждый день обсуждали новости и цены с бабочкой. Как все потрашало. Ну, мне кажется, это в какой-то степени, опять же, перекладывание ответственности. Вот. Потому что вы можете и не обсуждать с бабочкой ничего. Вы могли бы не обсуждать с бабочкой ничего при отсутствии желания. Вас никто не доставляет это делать. Ну, вот. Дальше, значит, вы пишите, что ее упреки и получения каждый день, как нигде, сурка. Ну, у вас это задевает. В этом вся проблема. Бабочка не изменится. Самое важное, что вы не добились своей цели разбогащить, обеспечить себя и родные. Все правильно. Потому что вы не принимали себя, вы не раскрывали свои достоинства, не раскрывали свои сильные стороны. Вот. И именно по этой причине у вас ничего не получилось. Вот. Ну, просто потому что нельзя поставить сейс, разбогатеть и рассчитывать, что у вас получится это сделать сразу. Взять и разбогатеть. Это немножко все-таки, ну, не так работает. Это немножко по-другому работает. Что, как я уже сказал, богатство это процесс. Ресурсы, денежные ресурсы. Это все процесс. Это именно процесс. Это не цель. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому мне кажется, что здесь вам можно дать такой примерно ответ на вопрос, который вы задаете. Вот. Дальше. Идем. Так. Ничего не изменилось. Плюс я еще на хлебнице встал. Ну, как вот вас представляли ваши родные, да, как вы выглядели, как вы выглядите для своих родных. Такой, в принципе, и вы являетесь. То есть это очень похоже на определенный жизненный, я бы сказал, сценарий. Вот. Это очень похоже на определенный жизненный сценарий. Вам внушились, что вы бедный? Ну, вы бедный и, собственно, являетесь. Вот. Это корректируется. Вот. И сценариям можно помочь выйти. В частности, через изменение отношения к деньгам. Вот. В частности. Поэтому, если вам это интересно, если вы хотите, то вам можно помочь. Вам можно и нужно помочь. Но это работа. В первую очередь, это работа по изменению своего отношения, как я уже сказал, к денежным средствам, к богатству в целом и так далее. Если вы готовы, если вы готовы этот момент для себя проработать, если вы готовы прорабатывать этот момент, вот. То я думаю, что можно будет вам помочь. Вы можете обратиться к любому из специалистов, который придется вам по душе. И мы вам, соответственно, поможем. Мы вам поможем и мы сможем раскрыть вас. Ну, грубо говоря. Дальше. Так. Хочется хорошо и правильно питаться, а не тем, на что хватает одеваться, жить отдельно. Но, опять же, все это для чего? Это все, знаете, определенные атрибуты, которые никак не характеризуют вашу глобальную цель. Вот. То есть, по сути, по сути, сейчас, в 27 лет, вы просто поставили на себе крест, потому что решили, что вы ничего не добьетесь в 27 лет. Вот. Мне кажется, это очень поспешная, а главное сценарная позиция, в общем, сценарная позиция. Вот. Потому что ваша бабушка, мама ничего не добилась. Вот. И вы, соответственно, тоже ничего не добились, получается. Вот. Это все можно корректировать, это все можно изменить, это все можно поправить, это все можно раскрыть. Вот. Но, многое зависит от вас. Если вы готовы работать над собой, то, соответственно, все можно сделать. Вот. Если вы не готовы над собой работать, ну, тогда, возможно, ситуация, ну, останется такой же. Вот. Возможно, в таком случае ситуация становится прежней. Вот. И все. Вот. То, что вы излили душу, то, что вы излили душу, это хорошо. То, что вы излили душу. Я уверен, что вам это помогло. Я уверен, что вам это помогло. Ну, дальше, дальше нужно работать. Дальше нужно раскрывать ваши сильные стороны, ваши интересы, ваши желания, ваши стремления и так далее. Работать с самооценкой и личностный рост. Вот. Вот, соответственно, то, что я могу вам ответить. Какой я могу вам дать ответ? На вопрос. На вопрос. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.